Я сегодня буду делать торт, это будет основа каких-то две неподатливых вафли, да? И отправляю всю полученную массу маскарпоне. Я купил его в обычном супермаркете, слава богу, он еще продается. Главное не ушатать рубашку на первом рецепте. Но, естественно, запекать мы ничего не будем. Все готово, смотрим, что у нас получилось. Пять ингредиентов и торт готов. Как удивить гостей с помощью простого рецепта? Точнее, то, что получится в итоге. Я сегодня буду делать торт из вафли. Вафли, сливок и сыра маскарпоне. Но прежде всего я вас приветствую. Приветствую на канале Борисов ТВ Ченнел. И с вами я, Алексей Борисов. Что ж, начнем. Прежде всего я беру блендер вот с такими вот ножами. И опускаю туда вафли. У меня 500 грамм. Ломаю, чтобы проще их было измельчить. И начинаем вот эту вот измельчительную процедуру. Что же это у нас получится в итоге? Это будет основа для нашего торта из вафель. Я думаю, что у нас здесь будет два замеса. Так, первый замес пошел. Это у нас промежуточная остановка. Крупные дольки я убираю, потому что они пойдут заново в блендер. А вот крошку, которая у нас получилась, я складываю в миску, в которой будем в дальнейшем все смешивать. Первый замес у нас закончился. И приступаем ко второму. Вафли мы измельчили. Далее берем шоколадную пасту и кладем 150 грамм. У меня это где-то будет 2 ложки с горкой. Все. После этого тщательно замешиваем и отправляем в форму. Это будет наша основа для торта. Масса приобрела у нас однородный цвет, близко к цвету какао. Я беру форму. Я ее простелил уже пергаментом. И отправляю всю полученную массу в форму. Теперь моя задача равномерно распределить полученную массу по всей поверхности. От этого зависит, насколько будет равномерен мой корж в итоге. Я распределил наш будущий корж по всей поверхности. Сейчас отправлю на 15 минут в морозильную камеру. Следующий ингредиент это маскарпоне. Сейчас мы будем взбивать его вместе с сахарной пудрой. Выгружаем 500 грамм маскарпоне. Я купил его в обычном супермаркете. Слава богу, он еще продается. Я надеюсь, будет продаваться и дальше. И 200 грамм сахарной пудры. Сейчас мы возьмем миксер и будем все частично взбивать. А теперь самое главное. Аккуратно, никого не забрызгав. Нам нужно взбить маскарпоне до однородной массы. Итак, мы закончили взбивать. Взбито должно быть вот до такого состояния. То есть не жидкие, а чтобы спокойно на венчиках оставался сыр маскарпоне. Я убираю в другую емкость. И сейчас будем взбивать сливки. Следующий ингредиент это сливки 33%. Пол-литра. Я отправляю сюда. Еще чуть-чуть. Сливки должны быть холодные. И я также на высокой скорости начинаю взбивать до плотных масс. Вот примерно до такого состояния мы должны взбить сливки. Далее, что я делаю? Я добавляю наш сыр маскарпоне, смешанный с сахарной пудрой. И еще раз до полного смешения вкусов и текстур еще раз пройдусь миксером. Буквально на несколько секунд. Слегка прохожу. Все, я закончил. Миксер сделал свою миссию. И я отправляю его в сторону. А мы будем заниматься нашим будущим тортом. Теперь равномерно в несколько этапов я буду загружать массу. Почему в несколько этапов? Я не хочу, чтобы у меня остались пустоты. Поэтому я загружаю, распределяю. И так буду делать на протяжении всего времени, пока не закончится вся вот эта масса сливочно-сырная. Вот смотрите, как аккуратно. Ложкой, избегая все пустоты, я заполняю форму для запекания. Но, естественно, мы ничего запекать не будем. Ибо рецепт и сам торт этих процессов не предполагает. Все, у меня осталось буквально на несколько секунд работы. И я буду отправлять его в холодильник до полного застывания. Последние штрихи. Я все разровнял. Смотрите. Отправляю на часа два минимум в холодильник. Но ориентир это полная стабилизация. То есть полное застывание. Встретимся на выкладке. Прошло три часа. Торт стабилизировался. Я готов снять боковые стенки. Все готово. Смотрим, что у нас получилось. И вот такой вот торт у нас получается. Основа из вафли и шоколадной пасты. А сверху маскарпоне, сливки и сахарная пудра. Все, больше ничего нет. Сколько получается? Раз, два, пять ингредиентов. Пять ингредиентов и торт готов. Одновременно и мягкий, и твердый. Я поборол торт. Отнял у него один кусочек. Кладу его на тарелку. Сейчас мы его слегка украсим и начнем пробовать. Что я буду использовать на украшение? Я возьму немного какао и посыплю сверху. Можно посыпать тертым шоколадом. Можно кокосовую стружку. На кокосовую стружку единственное, какой минус. Ее будет не видно. А какао и шоколад будут видно очень даже хорошо. И немного мяты. Можно какую-то клубнику взять, еще какую-то ягоду. Все на ваше усмотрение. Мята, торт и какао. Смотрите, что у нас получилось. Настало время попробовать. И я чувствую, как вилка просто нежнейшим образом вонзается в тело этого торта. Что хочу сказать. Текстура, знаете, такого мороженого, которое уже не холодное, а такое растаявшее, но держит форму. Вот один в один. Очень воздушная, очень нежная. Замороченное ли приготовление? Нет. Если есть миксер, все продукты в доступности. Одни словом, этот торт однозначно удивит ваших гостей. Он у меня удивляет, когда я его приготовил. Что так просто может быть. Готовьте внимательно по рецепту. И результат не заставит себя ждать. Ну, а я прощаюсь с вами. Я благодарю вас за просмотры. Обязательно поставьте лайк этому видео. Поделитесь им со своими друзьями. И здоровья! Вот эта тема, если бы одни жопа не росла, была бы вообще просто... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!